Привет! Я Гаджет! Это Внутренний Голос. И сразу хочу спросить у тебя голосок. Что нужнее всего простому офисному работнику? Большая ЗП? Не. Открыть доступ к социалкам и порнушке? Хотя можно и просто к социалкам. Нет, нет, нет. И еще раз нет. Кондиционер помощнее? Вот ты практически угадал. Нужнее всего стул, который будет охлаждать. Ну, в общем, все там тебе охлаждать. А в связи с этим время фейл-хот-ньюс. Актуальный для сегодняшней жары девайс придумали японцы. Называется он баткуллер. Ну, а если по-нашему, то жабадув. За 60 долларов вы получаете USB-накладку на ваше рабочее место, которое будет делать вам приятный холодок. Более того, устройство можно устанавливать не только на офисное кресло, но оно также подойдет и к автомобильному. Есть ли у тебя что-нибудь в арсенале подобное? Может, не такие нужные девайсы, но есть. Ок, тогда заслушаем. Garmin Asus NuviFone M10. Коммуникатор с 3,5-дюймовым дисплеем с разрешением 800 на 480 точек работает под управлением Windows Mobile 6.5. Не самая свежая версия операционки, на самом деле плюс. В отличие от мобильной семерки, она надежнее и удобнее. Тонкий корпус, спереди марки глянец, сенсорный интерфейс, сзади китайский пластик. Внешние признаки современного смартфона налицо. Памяти в Garmin Asus M10 достаточно. По полгигабайта системной и постоянной, плюс еще 4 гигабайта флеш-памяти. Коммуникатор снабжен вполне приличной 5-мегапиксельной камерой. Для беспроводной передачи данных используются адаптеры HSDPA и Wi-Fi BG. Предусмотрена синхронизация с корпоративной сетью. И все-таки, раз уж коммуникатор выходит под собственным брендом Asus и Garmin, значит, главная его фишка — предустановленная навигационная ПО. Сама по себе навигационная программа может и не самая популярная на российском рынке, зато позиционирование Garmin Asus M10 по спутникам привязано ко множеству приложений — календарю, адресной книге, электронной почте, веб-браузеру, SMS. Отправка SMS с точными координатами позволит обозначить свое положение в пространстве, так что искать владельца коммуникатора по электронной же карте будет гораздо проще. Емкость батареи средняя — 1500 мАч, но в реальной жизни уверенно держит 3 дня. Если не злоупотреблять и особо не напрягать машинку. Цена этого аппарата сегодня составляет около 20 тысяч. Дороговато. Марка Asus может того и стоит, а вот насчет Garmin такой уверенности нет. Тем более у нас на тесте все фичи гарминовские отказались работать. Скажи мне, Голосок, а что ты знаешь о коровах? А какая взаимосвязь между гаджетом, о котором я говорил, и коровой? Ее нет. Просто мне интересно, что ты знаешь о коровах? Я знаю, что самая дорогая корова стоит 1,3 миллиона долларов. Забавно. Просто я не думал, что для коров делают гаджеты. А вот этой вот своей информацией ты все объяснил. Короче говоря, шведы сделали cow wash. По аналогии с car wash'ем — это девайс, который моет коров. Однако мытье — не единственная его функция. Он еще улучшает циркуляцию крови, предотвращает заболевания какие-то там коровьи и делает коров счастливее. Да это бред какой-то. Ты, я тоже думал, но ведь они продали уже 30 тысяч таких штук. Ладно, что там у тебя? Oakley Hunter — революционная игровая мышь, разработанная на основе прогрессивного лазерного датчика Avago 9500. Так представляют ее конструкторы. Они явно знали толк в играх. Кроме заядлого игрока, кто еще мог бы додуматься до мыши с изменяемой геометрией корпуса? Легким движением руки игровая мышь Oakley Hunter превращается в игровую мышь без боковых накладок. Эти накладки очень важны. Они обеспечивают максимально четкое взаимодействие игрока с виртуальным миром. В разных типах компьютерных игр геймеры двигают руками по-разному. Мышь Oakley Hunter комплектуется парой сменных накладок, чтобы геймер сам мог выбрать, что ему в данный момент удобнее. А еще продвинутому геймеру никак не обойтись без макросов. Рутинные комбинации управляющих команд можно записывать посредством специального ПО, которое поставляется вместе с Oakley Hunter и потом разом быстро воспроизводит. Кто сказал читерство? Отнюдь просто удобно. У Хантера 9 перепрограммируемых кнопок, для настройки которых можно использовать фирменный же редактор. Плюс к этому 7 игровых режимов запуска этих скриптов и переключаемое разрешение с диапазоном от 90, читай, суперскорость, до 5040, читай, суперточность, DPI. Перечень уникальных геймерских особенностей мыши завершают керамические ножки, которые обеспечивают легкость и точность при перемещении манипулятора. Стереть их до основания, а коврик, как это частенько бывает с пластиковыми ножками других мышей, попросту нереально. Вдобавок в днище размещены 6 грузиков для регулирования рабочей массы манипулятора, а его кабель защищен армированной оплеткой и снабжен позолоченным штекером. В общем и целом хороший подарок настоящему киберспортсмену или хардкорному геймеру. Казуалом не рекомендуется. СТГ. Самым тупым гаджетом на этой неделе признается барабанная дробь. Холодильник для арбуза. Вы спросите, а почему? Ведь это так удобно. А я отвечу, да, но не за 230 долларов. Это уж как-то совсем перебор. Что ставим? За изобретение 5, а за цену 10 баллов. Отлично. Десятка по шкале тупости. Голов, а ты приготовил что-нибудь эдакое под конец? Конечно. Отлично. Ждем. Модель G-Mini MagicBook M5. Пятидюймовый экран с разрешением 800 на 600 точек. Отображением 16 градаций серого и безсенсорной функциональности. G-Mini MagicBook M5 без собственной подсветки. И это как раз отлично подходит для длительного чтения. Глаза воспринимают текст в отраженном свете, как со страницей обычной печатной книги. И не устают. При этом масса самой книжки всего-то 150 грамм, а толщина корпуса менее 8 миллиметров. Поддерживаются самые распространенные форматы электронных книг. Загрузка файлов возможна в память самой книги через порт mini-USB. Поддерживаются и карты памяти формата microSD емкостью до 32 гигабайт. Хотя экран этой книги не сенсорный, управление вполне простое и интуитивно очевидное. Те функции, которые используются чаще всего, привязаны к специально назначенным клавишам на кнопочной панели. Для перемещения по главному меню можно использовать и пятипозиционный джойстик, и цифровую клавиатуру. Есть поддержка закладок, а также переход на заданную страницу. Экран MagicBook M5 автоматически разворачивается по команде от датчика позиционирования. Однако эту функцию можно, конечно же, отключить. Кстати, при желании книгу легко использовать и в качестве аудиоплеера, и даже FM-тюнера, через внешние наушники, разумеется. Звук не слишком блестящий, но в условиях движущегося транспорта вполне сносный. Аккумулятора на 1100 мАч хватит, чтобы просчитать более десятка увесистых книг без подзарядки. Учтем вдобавок, что двухгигабайтная карта памяти входит в данном случае в комплект поставки. Таким образом, запрашиваемая за MagicBook M5 цена в 7300 рублей представляется вполне разумной. С вами был Инспектор Гаджет, и помните, я докопаюсь до правды. Чмоки! Голос! А? А ты знаешь, что статуя свободы когда-то была красной? Неа. А что, Северной Кореи нет на Google Maps? Нет. Отлично. Значит, у меня есть еще чем удивить.